Золотое Я считываю энергии, мои расклады действительно с того момента, как вы нашли меня во всемирной паутине, советую смотреть часто, потому что наши энергии меняются часто, и настраивать себя всегда на позитивный лад, потому что это очень помогает в жизни и для повышения. Наших вибраций. Ну, что мои хорошие. Однушечки. Вытягиваем три карты из золотого второго. Будем прояснять ведьмочками. Так, очень интересно. Конечно, его мысли и чувства о вас. Он вас страстно желает. Вы для него очень сексуальная, очень огненная, красивая, яркая, желанная. Он может даже вас, если он слабохарактерный, он иногда может даже и побаиваться. Мужики таких женщин иногда даже и побаиваются, да, потому что они не всегда знают, чего они хотят. Но он чувствует, что вы и загадочные одновременно, что у вас очень сильная вот эта вот женская вот интуиция. Но, как вариант, для определенного числа смотрящих, конечно, и для всех, вы можете являться его любовницей. Не факт, что вы даже об этом знаете. Возможно, он не сказал, что у него жена. Вот, как вариант. Но не для всех. Для многих это просто будет отыгрываться, что он считает вас очень такой вот женственно-интуитивный, такой загадочный. Ну, и опять подтверждение того, что, возможно, вы там и не одни. Это карта выбора. Это карта выбора. Но, как вариант, опять же, может быть, он выбирает между друзьями и вами, между работой и вами. Вовсе не обязательно, что он выбирает между двумя женщинами. Вот. Но мы все это проясним делом. С первой картой королевы это все понятно у нас, да. Он чувствует ваши очень сильные такие сексуальные энергии. Он вас тоже страстно желает. Я бы скорее прояснила здесь вот последнюю позицию, что это за выбор. Но выбор скорее действительно между... Либо он выбирает между двумя женщинами, потому что выпадает еще одна королева, уже королева-чаш. Королева-чаш в этой колоде. Ведьмочками мы проясняем, да, у нас положение. Возможно, это и жена. Но, возможно, он выбирает себе спутницу жизни и думает, подходите ли вы на такую позицию или нет. Так, давайте мы проясним еще. Да, и ваша встреча для него была вот как такой шанс. Просто воспользовался каким-то шансом, когда вы знакомились. Может быть, все так быстро произошло. Может быть, где-то вот так столкнулись неожиданно. Ну, ладно, давайте уже доложим и королеву, хотя здесь и так все понятно. И так все понятно. А, ну да. То есть у вас сильный характер и часто вы так независимо прям себя ведете, что он чувствует, что вы прекрасно справляетесь сама. То есть вы не такая девушка, не такая женщина, которая прям будет виснуть на нем. Очень самостоятельная бывает. Тоже, кстати, очень хорошо подходит такая позиция. Ну и где-то мудрая. Очень такая сильная энергетика. Он у вас так сильно, такие мысли у него, как о человеке с очень сильным характером. Это и хорошо, как бы это хорошо для вас. Но это зависит от того, с кем вы имеете дело. Дорогие однушечки, если мужик слабак, как вы понимаете, женщин с сильным характером, они боятся. Но это не значит, что вы должны, чтобы его потрашиваете, превратиться в слабую. Просто имейте в виду. Так что вот такие мысли у нас по первой позиции. Переходим к кулису года. Дорогие двушечки, какие мысли и чувства о вас, у вашего человека? Выкладываем. Выкладываем. О, как интересно. Три карты. Всегда выкладываем по порядку, никогда. Отложим. Происнять будем ведьмочками. Что интересно, у однушечек на второй позиции была тоже верховная жреца. И тоже была карта выбора. Вы посмотрите, как интересно у нас сегодня перекликаются позиции. Кстати, советую смотреть все три позиции, потому что энергии очень сильно перекликаются. Он о вас мнение как о женщине с очень такой развитой женственностью, такой интуицией, какой-то вот таинственностью даже, я бы сказала. И, возможно, он выбирает. Он может выбирать между несколькими партнершами, но он может выбирать между друзьями и вами. Особенно, если он очень молод. И друзья актуальны, которые тянут все то, тянут не туда, да. То в сауну, то на футбол, то в Амстердам, да. Так что карта выбора имеется. Он до конца не определился. Хотя он о вас думает. И мысли у него такие глубокие о вас. Потому что выпадают и королева-чаш, и верховная жрец. Но королева-чаш, если он о вас думает, как о королеве-чаш, то, возможно, он видит вас, как именно свою спутницу. Спутницу надолго, если не навсегда. Потому что королевы-чаш очень часто высвечиваются вот такие жены прям. Королева-чаш. Так что мысли у него серьезные, но сомнения тоже имеются. Сейчас мы проясним. Спешите мне, мои хорошие, как мне избавиться от этого так. Как вы избавляетесь от слов паразитов, да. На двушечку пентакли у нас проявляется и проясняется колесом фортуны. То есть для вас, опять же, у нас в первой позиции было колесо фортуны. Для него встреча с вами, это было как вот не столько сознательное действие, сколько он каким-то шансом воспользуется. Как-то это быстро случилось или неожиданно для него. Или, может, даже не совсем в подходящее время. А вот остальные позиции у нас проясняются не очень хорошо. На верховную жрецу у нас выпадает восьмерка-чаш. Это когда часто человек понимает, что ситуация для него не очень подходящая. И, скорее всего, уходит из такой ситуации. А королева-чаш у нас проявляется вообще башней. По башне что-то происходит очень быстро, причем независище. Возможно, даже и независище от него. Это какие-то обстоятельства, что, скорее всего, все-таки вместе вы не будете. Хотя мысли у него есть на этот счет. Давайте-ка мы еще раз это проясним. Потому что уж больно хорошо у нас начиналось. Почему? Хочу узнать, почему. А, все понятно. Он не определился еще. То есть он видит вас, как бы, с одной стороны, прям такие серьезные-серьезные отношения. Но, с другой стороны, он отвлекается. Этот человек либо еще слишком молод, либо незрел. То есть он не может сфокусироваться на чем-то одном. И мы проясним еще вот эту позицию. Ну да. То есть он хочет каких-то кардинальных изменений в своей жизни. И, возможно, даже обстоятельства, которые не зависящие от ваших отношений, он просто уходит во что-то новое. Здесь и даже вся карта такая, видите, по ведьмочкам. Такая новая дорога, и она вперед идет. И вообще, страшный суд, он представляется немножко по-другому в других, более классических колодах. Здесь он такой очень позитивный, что человек просто оставил за спиной вот все старое. И, скорее всего, и вас тоже. И просто пошел по этой новой дороге, в какое-то свое новое будущее. Возможно, я даже поменял где-то работу, место жительства. По страшному суду очень часто человек меняет еще и именно мировоззрение свое. Может, он решил вообще, пока мне ничего не надо, пока мне не нужно никаких серьезных отношений вообще, я не определился. Так что вот эту позицию нужно пересматривать еще. Больше мы копаться не будем, расклад у нас общий. Но человек здесь, скорее всего, знакомство было как шанс, возможно, краткое какое-то, летнее знакомство такое. Но человек, скорее всего, уходит. От таких не надо жалеть, нужно, наоборот, радоваться и подумать, что бы было, если бы вы были дольше вместе, а потом все равно он бы слился. Так что о таком не нужно жалеть никогда. Всегда нужно настраивать себя на позитив. Позитивные люди, они более успешные в жизни, да. И они всегда более позитивно относятся и ко всему остальному. В частности, ставят лайки тоже и поддерживают меня. Так мы будем поддерживать друг друга нашими энергиями, мои хорошие. А теперь мы вынимаем, три карты раскладываем. Из нашей последней колоды 78 дверей, да, сегодня. Наша позиция для дорогих трешечек. Его мысли и чувства о вас. Шестерка жезлов, король пентаклей и шестерка пентаклей. Ну вот здесь такая позиция очень четкая. Человек сильный, уверенный в своих силах. Считает вас тоже очень сильной личностью. И личностью очень ресурсной. И он думает, что вы друг друга правильно балансируете. И вы друг друга правильно дополняете. Вот такие люди, они подходят к серьезным каким-то отношениям. С несколько... Я бы не сказала даже, с меркальтельной плохо звучит. Но с какой-то более такой точки зрения, чтобы они смотрят на то, как... И на ваши ресурсы тоже. Чтобы вы были друг другу подстать. Чтобы вы были в одинаковых энергиях. Такие партнеры, как правило, выбирают себе похожих партнеров. Вот не те отношения, которые на контрасте, да. А наоборот, очень под... Как правило, это люди такие не импульсивные. Прям вот супер импульсивные. Вот больше мне это напоминает элементы вот земли. Это тельцы, это козероги, девы. Вот как-то не с места, да, в карьер, да. А очень подходят с умом, скажем так. Но мы все равно проясним. А то у нас что-то уж больно рационально здесь все. Уж больно рационально. Но хотя бы это говорит о том, что этот человек, он ищет себе постоянного партнера. Потому что так к выбору каких-то там одноразовых партнеров так серьезно не подходит. Вот эта позиция у нас получается самая такая, что кто ждет каких-то серьезных предложений, этот человек может сделать и предложение. Он вами очень заинтересован. Возможно, он даже шпионит немножко за вами через соцсети. Потому что смотрите, не сделайте ошибок. Потому что он выбирает себе спутницу жизни и выбирает серьезно, выбирает по аркану мир вообще. Ну, никогда не говори навсегда. Но, скажем так, то есть это серьезный выбор человек делает. И он готов вкладываться. Вот, наконец-то выпала и карта чувств, карта чаш. Король чаш все-таки выпал, что он готов вкладываться и свои чувства давать. Потому что обычно такие люди несколько сдержаны в выражении своих чувств. Но он готов. Он готов не сделать ошибку. Потому что он за вами подглядывает, присматривается. Но присматривается, он себе выбирает спутницу жизни. Очень серьезно выбирает. Но вы, видимо, очень ресурсная тоже. Как и он ресурсный. Выбирай себе подстать. Как-то так, мои хорошие. Такие сегодня позиции. Если вам нравится хотя бы частично, что я делаю, поддерживайте меня. Я буду поддерживать вас моими раскладами. Бай-бай.